Всем привет, это канал Илон Маск, в этом дайджесте. Тесла запретили пукать на ходу, российская женщина-космонавт все-таки полетит на Crew Dragon, а Илон Маск живет у друзей и ставит ультиматум твиттеру. Начнем с Тесла. Кажется, в путешествие на киберкатамаране скоро можно будет отправиться с киберрюкзаком. Тесла подала заявку на патент товарного знака Cyber Backpack, он будет применяться к сумкам для книг и школьным сумкам. Напишите в комментариях, какие книги вы бы положили в такой рюкзак и получите приз. Наше бесценное уважение. К слову о деталях самого кибертрака. Мы уже давно знаем, что никаких дверных ручек у него не будет. И как тогда открывать дверь пикапа? В недавнем видео Илон Маск сделал это, нажав на центральную стойку прямо над дверью. В этой области есть небольшая белая кнопка, которая кажется сенсорной. Остается вопрос, а что делать обладательницам длинных ногтей? Менять стиль или ждать чипа Neuralink, чтобы открывать двери силой мысли? Есть что покритиковать и у другого решения Тесла. Компания отказалась поставлять зарядку Mobile Connector в качестве стандартного аксессуара при покупке автомобиля. По словам Илона, статистика его использования была очень низкой. Но зарядку все еще можно купить отдельно, цену на нее снизили с 400 до 200 долларов, добавив больше адаптеров. Всем угодить невозможно, и Национальному управлению безопасности дорожного движения снова не нравится функция Boombox. С его помощью можно было воспроизводить разные звуки через внешний динамик во время движения автомобиля. Еще в феврале управление сказало, что издаваемые Тесла звуки могут заглушать звуки федеральной системы предупреждения пешеходов. Функцию оставили только в режиме парковки, но и этого показалось мало. Теперь управление отзывает функцию Boombox при вызове автомобиля из парковки. Функцию отключат с помощью беспроводного обновления. Никакого праздника, теперь даже на пешеходов не пукнешь, больно все нежные. Вы наверняка помните нашумевшее дело о временном работнике Тесла, которому присудили вознаграждение в размере 137 миллионов долларов по иску о расовой дискриминации. Многим такое количество денег показалось несправедливым, в том числе окружному судье Уильяму Орику. Он сократил вознаграждение до 15 миллионов долларов, назвав первоначальную сумму неконституционно большой. Вообще, хорошее выражение можно взять в активный лексикон. Например, «Твой срок правления неконституционно большой» или «Эта порция жареной картошечки с грибами неконституционно большая». Звучит же. Кстати, приятного аппетита! Небольшая новость про Tesla Energy и новые достижения. Tesla установила систему Megapack емкостью 360 мегаватт-час и стоимостью более 135 миллионов долларов в 30 километрах к югу от Лас-Вегаса. Объект состоит из полумиллиона солнечных панелей, которые генерируют более 500 тысяч мегаватт-часов энергии в год. Это минус 400 тысяч тонн выбросов СО2 в год. Про SpaceX будет побольше. На прошедшей неделе SpaceX запустили миссию NROL-85. Компания запустила разведывательный спутник в интересах Национального управления военно-космической разведки США, так что никаких подробностей у нас для вас нет. Даже параметры орбиты засекречены, вот настолько все серьезно. NASA внесла поправки в контракт со SpaceX на запуск научного спутника SWOT для изучения топографии океана. В NASA решили, что аппарат полетит на ранее летавшей ступени вместо новой. Интересно, что аргументом стал именно факт бэушности ступени. Раз уж летала, значит она более проверенная. Двухтонный спутник будет работать на полярной орбите. Его запустят не ранее ноября этого года. Стоимость контракта оценивается в 112 миллионов долларов. Управление оборонных закупок Южной Кореи заключило контракт со SpaceX на запуск пяти спутников-шпионов. Все аппараты должны оказаться на орбите до 2025 года, а первый запуск запланирован на 2023. Стоимость всего проекта оценивается в 970 миллионов долларов. Ранее Южная Корея уже пользовалась услугами SpaceX и тоже для вывода военного спутника. Российская женщина-космонавт Анна Кикина все-таки полетит в миссии Крю-5 в сентябре этого года. Совсем скоро Анна начнет подготовку к полету. Вместе с ней на МКС отправятся командир Николь Манн и пилот Джош Касада из НАСА, а также бортинженер Каити Ваката из Японского агентства аэрокосмических исследований. Место Анны Кикиной в корабле Крю Дрэгон разменяли на место в корабле «Союз» для астронавта НАСА Франсиско Рубио. Наконец, есть вероятность, что DogiCoin будет использовать Starlink для проведения транзакций без интернета. О технологии радио Dogi сообщается в плане развития, а два сотрудника DogiCoin Foundation подтвердили, что писали статью о такой технологии. Если все получится, то пользователи смогут совершать транзакции с DogiCoin в автономном режиме. Starlink и DogiCoin друзья навек. И в конце пара-тройка новостей про Илона Маска Великая сага об Илоне Маске и твиттере продолжается. Маск заявил, что соцсеть нужно сделать частной, и предложил купить твиттер по цене 54 доллара 20 центов за акцию. Илон довольно смело заявил, что его предложение лучшее и окончательное, и если оно не будет принято, ему придется пересмотреть свою позицию как акционера. По мнению Илона, у твиттера есть потенциал стать платформой для свободы слова по всему миру. Но в нынешнем виде твиттер Маска не устраивает, так что в какой-то мере он поставил ультиматум. Тем временем акционер твиттер подал в суд на Илона Маска из-за того, что Маск слишком долго не раскрывал информацию о покупке 5% акций. В итоге Илон приобрел 9,2% всех акций, а ведь, согласно федеральным правилам, инвестор должен подать приложение 13 в комиссию по ценным бумагам и биржам в течение 10 дней после прохождения 5% порога. Поскольку Маск приложение не подавал, в иске его обвиняют в искусственном удержании цен для покупки акций по более низкой цене. Акционер Марк Рассел подал иск от имени всех инвесторов, которые продали ценные бумаги Твиттера, в период с 24 марта по 1 апреля 2022 года включительно. А еще Илон Маск признался, что он вынужден жить у друзей, ведь своего дома у него нет. Об этом Маск рассказал в интервью куратору конференции ТЭД Крису Андерсону. Продать все имущество Маск решил в 2020 году, а с 2021 года он живет в крошечном доме, который арендует у SpaceX. Конечно, было бы очень проблематично, если бы я тратил миллиарды долларов в год на личное потребление, но это не так. Подытожил Маск в том же интервью. Вообще, интервью вышло на редкость интересным, там Илон комиссию по ценным бумагам и биржам ублюдками называет. Такое надо слышать. Интервью состоит из целых двух частей, и да, мы уже их переводим, а это значит, что совсем скоро они появятся на нашем канале. А чтобы точно не пропустить такое зрелище, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы и анонсы делаем и актуальные новости публикуем. Ссылка в описании, пока!